Дорогие братья и сестры, хочется вместе с вами сегодня сказать славу нашему Господу. Знаете, действительно, Бог, наш Бог, Он достоин того, чтобы мы Его прославляли. Он достоин того, чтобы мы воздавали Ему славу, чтобы Его имя славилось в нашей жизни. И знаете, сейчас мы пели этот псалом, о молитва, о молитва. И последние слова, да, последние, что мы пели, я в молитве радость получал. Знаете, действительно, вспоминаешь о Божьих милостях, вспоминаешь о том, сколько раз вставал перед Богом на колени, было тяжело на сердце, вставал на сердце, уже было легко, потому что Господь посещал, потому что Господь наполнял. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы поклониться, для того, чтобы прикоснуться к Богу, для того, чтобы снова наполниться. Я хочу прочитать из Библии некоторые места из Священного Писания. Это будет книга Иисуса Навина, 4 глава, с 1 по 7 стих. Иисус призвал двенадцать человек. Который их назначил и сынов Израилевых по одному человеку из колена. И сказал им Иисус, «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом Завета Господа, когда он переходил через Иордан. Тогда вода Иордана разделилась. «Таким образом камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек до этого места». Знаете, Бог, Он здесь почему-то так сказал. Я думаю, что это Его воля, это было Его желание, чтобы сыны Израилевы, они помнили о том, что Господь совершил для них. Чтобы они могли рассказывать об этом последующим поколениям, чтобы они могли рассказать об этом своим детям, о том, что Господь совершил. И знаете, сегодня мы на этом собрании, и сегодня здесь также будет действовать, сегодня также будет говорить к нам Бог, сегодня здесь также будет Божье присутствие, и тогда израильтяне, народ израильский, они пережили Божью силу, они видели Божье чудо. Сегодня, братья и сестры, мы будем в присутствии Божьем находиться. И что мы сможем сегодня вынести из этого собрания, что мы можем запомнить, о чем мы сможем рассказать потом. Давайте, братья и сестры, сегодня мы с вами сделаем свои сердца внимательными. Давайте мы сегодня послушаем, о чем нам хочет сказать Господь. Давайте мы обратим наше внимание, возможно, мы привыкли уже, что у нас есть каждое воскресенье служение, два раза, среди недели собираемся. Но Господь, Он хочет, чтобы мы выносили эти камни, чтобы мы собирали, и чтобы мы могли это складывать в своем сердце. Еще я прочитаю одну историю, подобную. Это будет первое царство, первое Самуила, 7 глава, 9 и 12 стихи. И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его во всесожжение Господу. И возвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из массивы, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вехфором. И взял Самуил один камень и поставил между массивою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав, «До сего места помог нам Господь». Знаете, читая это место, хочется так сказать, да, много-много всяких переживаний в жизни, много до сего дня. И знаете, Бог хранит, Бог хранил в дорогах, Бог хранил во всяких вопросах. Но хочется, знаете, остановиться так, и как Самуил сказать, «До сего места помог нам Господь». Иногда хочется подумать, ну, еще впереди дорога, еще впереди что-то, еще впереди, еще нужно, чтобы Бог сохранил там еще. И у нас очень много такого еще, и еще, и еще, и еще чего-то нам не достает. Но знаете, если мы посмотрим народа израильского, после этого еще были какие-то проблемы, и не какие-то были еще переживания, еще нужно было искать Бога. Но вот был такой момент, что Самуил, он остановился, он оглянулся назад и сказал, «До сего места помог нам Господь, и хочется прославить Бога. До сего места Господь был с нами. Слава Богу!» И, знаете, вспоминаю еще истории, когда народ израильский выходил из пустыни или выходил из Египта, Моисей собирал народ, и были такие времена, что сначала Моисей, он проходил весь этот путь с народом, они вспоминали о Божьих делах, они вспоминали о том, что Бог сделал, о том, как Он их воспитывал, как Он их смирял, как Он их питал манною, и Моисей об этом вспоминал. И потом Иисус Навин в конце своей жизни, он тоже сделал такой обзор. Знаете, братья и сестры, хочется так тоже сказать, хочется сегодня так в этом служении оглянуться назад, оглянуться и вспомнить о Божьих милостях. Сегодня хочется, чтобы в моем сердце что-то осталось, чтобы в моем сердце была Богу благодарность за то, что было, за то, что Он нам давал, за те блага, которыми мы могли пользоваться. И знаете, конечно, в нашей жизни бывают разные рубежи, бывают разные вехи, но хочется сегодня поставить такую веху, до этого места помог нам Господь. И я думаю, что в этом служении мы будем искать Божьего лица, мы будем искать того, чтобы Бог, Он прикоснулся к нам, мы будем искать того, чтобы прикоснуться к Богу, для того, чтобы нам отсюда уйти не пустыми, для того, чтобы нам отсюда уйти наполненными Его благодатью, чтобы нам отсюда уйти с радостью в сердце. И знаете, нам для этого очень нужно, чтобы наше сердце, оно было готово, чтобы наше сердце, оно внимало, чтобы наши уши были внимательными к тому, что будет говорить Господь. И хочется, братья и сестры, призвать всех вас до горячей молитвы. Прославим Бога за чудные Его дела, прославим Бога за то, что Он совершает в нашей жизни, прославим Бога за то, что мы с вами сегодня можем находиться на этом месте. До этого места помог нам Господь. И, возможно, в этом служении у нас будут эти камни, которые мы сможем вынести, и которые мы сможем оставить как памятник для того, чтобы мы могли об этом потом вспоминать, чтобы мы могли за это благодарить Бога, чтобы мы могли этим поделиться, возможно, со своим последующим поколением, может быть, со своими друзьями, может быть, с теми, кто не знает Бога, чтобы у нас осталось это в нашем сердце. Давайте мы вместе с вами сегодня преклоним колени и прославим нашего Бога. Аминь. Песня. 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 О, душа моя, Господа, О, подень и ночь не умолтай, А там, синий таллинг, за облачь край, Поймём всё, что было здесь тайною. Мы не можем понять, почему друзья Неродные, любимые, близкие Уходят от нас дали вечные, Так нежданно и несвоевременно. Почему на земле веки сиропы, Почему на местах война? В поле стопы людей часто слышим мы, Нет ответа, но с верой скажем мы. Хвали, О, душа моя, Господа, О, подень и ночь не умолтай, А там, синий таллинг, за облачь край, Поймём всё, что было здесь тайною. А вот и с ним иду, Драк мой и сестра, В руках Бога, живота, твоя судьба. Драк мой, народ, знает всё, Знает до конца, Бедный путь, уповай на любого отца. Хвали, О, душа моя, Господа, О, подень и ночь не умолтай, А там, синий таллинг, за облачь край, Поймём всё, что было здесь тайною. Хвали, О, душа моя, Господа, О, подень и ночь не умолтай, А там, синий таллинг, за облачь край, Поймём всё, что было здесь тайною. А там, синий таллинг, за облачь край, Поймём всё, что было здесь тайною. Прекрасные синие дали, Где вечное царство любви, Как дети о нём и мечтали, В пути избирая свои, В отчаянии падая звали, Искали в чём в жизни секрет, И там был ответ небесами, Несите спасение свет. Сияй, 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 мир у путь озаряя, Дерзай, силы тьмы побеждая, Сияй, Бог тебя призывает, Святою на небе гори, Сияй, сияй. И сердце откликнулось Богу, Склонилось к престолу Христа, И сила Духа Святого Была нам с любовью дана. А если спасение миру, И мы получили ответ, Вот заповедь Божьего Сына, Несите спасение свет. Сияй, мир у путь озаряя, Дерзай, силы тьмы побеждая, Сияй, Бог тебя призывает, Святою на небе горит, Сияй, сияй. Сияй, мир у путь озаряя, Дерзай, силы тьмы побеждая, Сияй, Бог тебя призывает, Святою на небе горит, Сияй, сияй. Давайте всі разом скажемо, Слава Богу. Слава Богу. Я хочу прочитати одну історію, яка записана в Евангелії від Луки, 12 розділ 16 вірша. І він розповів їм притчу, Говорячи, В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав, Що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав, оце я зроблю, Прозвалюю клуні свої, І просторніші поставлю, І позбираю туди пашню свою, Всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, Душе, маєш багато добра, На багато років складеного. Спочивай, їж та пий, і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний. Ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. І кому позастанеться те, Що ти був наготовив? В цій притчі говориться про багача, Який, зібравши врожай, Отримав більший достаток, Возгордився і вирішив розширити свої клуні. Але Господу це не сподобалось. Можливо, Бог благословив його, Тому що в нього був Спеціальний план на того чоловіка. Але Божі плани не були такі, як в чоловіка. Людські плани не завжди збігаються з Божими. І Господь, побачивши це, Сказав чоловіку, нерозумний, Ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. В Матвія 6 главі з 20 по 21 вірш написано, Складайте ж собі скарби на небі, Де ні міль, ні іржа їх не нищить, І не злодій до них не підкопуються, Та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Цей чоловік міг піти, зробити добру справу, Пожертвувати гроші якимсь людям, Які, можливо, нуждаються в цьому. Але він вирішив зробити так, Він вирішив піти не на той шлях. І в післяні до євреїв 11 глава З 24 по 26 вірш написано, Вірою Моїсей, коли виріс, Відрігся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, Аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав за більше багатство, Ніж скарби єгипетські, Бо він озирався на Божу нагороду. Всі ми знаємо Моїсея, І в те місце, яке я прочитав, Він відрігся від земного багатства. І вирішив в своєму серці, Що краще я буду страждати з народом Божим, Ніж мати гріховну дочасну потіху, Яка може в будь-який момент закінчитися, Життя може обірватися, Як випадку богача. Про нього я читав, Душу його зажадають. В 26 вірші пише, На руку Христову вважав за більше багатство, Ніж скарби єгипетські. Єгипет – велика країна, І він міг мати багато грошей, Славу міг мати владу, Але він вирішив Збирати скарб на небі, Озирався на Божу нагороду, І в післанні до Тимофія, Перші післання до Тимофія, Шоста глава з 10 віршу, Ніжче. Бо корінь усього лихого – То грошолюбство, Якому, віддавшись, Дехто відбились від віри, Поклали на себе великі страждання. Але ти, О Боже людину, Утікає від такого, А женися за правдою, Благочестям, Вірою, Любов'ю, Терпеливістю, Лагідністю. В 11 вірші апостол Павло Звертається до нас І каже, Боже людина, Захочує нас Вникати пожадливості, Багатства її наслідків, І шукати Правди, Благочестя, Віри, Любові, Терпеливісті, Лагідністі, Бо саме такою є Божа дорога. Амінь. Благодарю Тебя, Учитель, Що Ти спілкуєшся зі мною, Що сотворив во мені обітель, І там я слуху голос Твою. Ни з чим Твою голос не сравнится, Без слов умееш Ти сказати, І моєм серцем раствориться, І свою сущність показати. Не промолчуй про любовь, Которую Ти подарил, Ведь Ти пролил святую кровь, І все грехи мої омыл. Тяжелий крест Ти ніс туда, Чтоб смерть і муки там принять. Ти знал, на що йдеш тоді, Але жисть решила за нас одати. Дай слышать голос Твою всегда, Той добрий, нежний і родной, Той голос пастыря, отца, І ти всегда лише за Тобой. Благодарю Тебя, учитель, Що Ти нашел мене і спас, Що Ти отец мій і хранитель, Хвалу мою прими сейчас. Пусть вознесеться песь хвалення, Тебе живому і святому, І все слова благодарення Принадлежа Тебе одному. Аминь. Музика. Музика. Я люблю Божий дій, Саме рідний куточок на світі, Веселець з хрестів, Там, де зібрані Господом діти, Церква і дамані, Тут приємно так сяють обличчя, Від божественний світ, Серце часто і радість лоб'ється, Серце часто і радість лоб'ється. Тут багато святий, О, як добре нам буде зібрані, Нас Христос порідний, І нам солодко буде віднані, І глине болу падла, І молитва несеться до неба, Тут багато тепла, І багато духовного хліба, І багато духовного хліба. Я люблю Божий дій, Саме рідний куточок на світі, Щиро дякую всім, То навчи мене любити Бога. Як гуває в паду, І як серце болить знемагає, Я до церкви піду, Бо на Бога за мене благає, Бо на Бога за мене благає. Тут багато святий, О, як добре нам буде зібрані, Нас Христос порідний, І нам солодко буде віднані, І глине Богу хвала, І молитва несеться до неба, Тут багато тепла, І багато духовного хліба, І багато духовного хліба. Стільки радість не слів Церква ніви небесна оселя, Хто духовно мірість, Став сильнішим, міцнішим, Ні скеля, Хто залишив Христа, І від Бога та церкви далеко, Набертайся, душа, Бо тобі приготовлене небо, Бо тобі приготовлене небо. Тут багато святий, О, як добре нам буде зібрані, Нас Христос порідний, І нам солодко буде віднані, І глине Богу хвала, І молитва несеться до неба, Тут багато тепла, І багато духовного хліба, І багато духовного хліба.